Пригожина генерала начали мочить, а генерала начали мочить потому, что Путин им передал карт-бланш поведению войны и все, что вокруг с этим связано. Ну и начали они эту власть, используя генерала для того, чтобы отомстить Путину через Пригожина. А Кадыров это понял и быстренько, приехав, вернув в страну с какого-то очередного загула, заявил, что генералы классные, молодцы и все хорошо. А на всякий случай, чтобы на у кого не было сомнений, он сказал, что возьму да уйду с государственной службы и начну создавать частную армию. Таким образом, Путину послал сигнал, что лучше меня не трогать, я присягнул, я все понял. И Путин сделал такой жест очень понятный, принял его сына. Типа показал, что Кадырова не трогаем, сынок здесь, мы с ним поговорили, все нормально, вот вам сигнал. И он же пришел к Путину с пакетом предложений. У меня такое тихое впечатление, что Кадыров уже потихонечку готовится к возможному распаду России. А так как в распаде России он потеряет поддержку Путина, то ему надо как-то выживать. А как выживать? Значит, он сейчас будет что-то просить, что-то требовать, создавать какую-то армию, какую-то систему своей собственной безопасности.